МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска о некоторых темах. Курс на энергосбережение. Россиянам нужно учиться экономить. Курс на модернизацию. Надежда Гудкова ответила на вопросы журналистов и подробно рассказала о ситуации в образовательной сфере. И Жанна Белудская прочла лекцию. На этот раз глава администрации города рассказала школьникам о том, какой вклад они могут внести в развитие региона. Экономика страны развивается, но не теми темпами, которые ожидались. Об этом в интервью журналистам сегодня рассказал президент Путин. Так глава государства прокомментировал свое недавнее заявление о том, что некоторые расходные статьи бюджета страны могут быть сокращены. Президент подчеркнул, что речь не идет о секвестре, то есть грубом резании вне зависимости от приоритетов. При этом Владимир Путин считает, что Россия не должна идти по пути некоторых стран, которые наращивают государственный долг и попадают в сложную ситуацию. Хочу сказать, что если мы ответственные люди, если мы хотим чувствовать себя уверенно, поскромнее, может быть, на каком-то этапе жить, но зато уверенно, значит, что ничего не грохнется, ничего не взорвется и не развалится. Тогда мы должны действовать аккуратно и профессионально. Вот о чем идет речь. Курс на энергосбережение в Ноябрьске продолжается замена устаревших электросчетчиков. Дело в том, что законом уже запрещена эксплуатация приборов учета классом точности ниже второго. А в городских домах, за исключением новостроек, были установлены именно такие. Сегодня львиная доля устаревшего оборудования в городе уже заменена. Однако еще около тысячи потребителей продолжают использовать старые электросчетчики. При этом энергетики напоминают, что если прибор не заменить вовремя, платить за электроэнергию придется по нормативу. А это наверняка ударит по карману большинства потребителей. Чтобы заменить электросчетчик, горожанам необходимо написать заявление в офисе Севенко и оплатить услугу. По данным специалистов, покупка и установка однотарифного счетчика нового поколения обойдется в 1200 рублей, а двухтарифного – в 2300. Электрические чайники и утюги – самые прожорливые среди бытовых приборов в плане потребления электроэнергии. Такие данные публикует портал «Энергетика» и «ЖКХ». Так, в среднем, работая минимальное количество времени, эти с виду маленькие бытовые приборы потребляют почти столько же электричества, сколько электроприборы, работающие весь месяц. При мощности чайника от 1,5 до 2,5 кВт в час, используя его 4 раза в день по 5 минут, получаем от 20 до 25 кВт в час в месяц. С утюгом история такая же. Если гладить 3 раза в неделю по часу, то получится 25-30 кВт в час в месяц. Для сравнения, стиральные машины, если пользоваться ими 3 раза в неделю по 2 часа, потребляют немного больше – от 24 до 36 кВт в час в месяц. Телевизоры, в зависимости от моделей и типов экрана, расходуют от 15 до 35 кВт. Холодильники – от 20 до 40, ну и компьютеры при 8-часовом ежедневном использовании потребляют до 120 кВт. Не в обход и не в плавь жители одного из районов города пожаловались на то, что после дождей на тротуаре неподалеку от их дома образуется огромная лужа. И вроде бы ситуация рядовая, однако лужа полностью завладела тротуаром. Да еще и таким образом, что обойти ее можно только по проезжей части. В рубрике «Нам здесь жить» подробности. Нам негде ходить. Когда проходит дождик, нам не то, что пройти по тротуару, нам даже обойти негде. Тут заливает всю дорогу, где проходят машины водой. Если мы пытаемся между ними там продвинуться, нас обрызывает прям до головы, вот это с ног до головы грязь. Так уж вышло, что после дождей здесь по улице 60 лет СССР поселилась большая лужа. И нельзя сказать, что жителям близлежащих домов, да и просто прохожим, такая соседка пришлась по душе. Хотелось ходить в туфлях, в туфельках легких. Вот тут каждый день надо сапоги надевать, то грязные. Лужа и правда захватила довольно обширную территорию. Причем, говорят местные жители, эта ситуация повторяется из года в год по одному и тому же сценарию. Залитый водой пятачок приходится как раз на тротуар. Обойти его можно только по обочине дороги, что небезопасно. Особо отчаянные пускаются в плавь. Когда я увидела, что идут дети с этого первого звонка, с первого сентября, идут белые колодки по этим лужам, вчера, позавчера, у меня сердце не выдержало. Глядя на такую картину, невольно вспоминается строка из стихотворения поэта Сергея Михалкова. Умный в гору не пойдет, умный гору. По идее, применить эту хитрость на практике здесь можно было бы, но не тут-то было. По краям лужи песчаные барханы. Не пустыня Сахара, конечно, но с коляской, к примеру, здесь прохода нет. Мамы с коляской, я вообще не представляю, как им можно здесь тянуть. Тяжело приходится не только мамам. Песчаные препятствия с трудом преодолевают даже папы. Говорят, жаловались не раз. В итоге, да что там говорить, все и так ясно. В ДРСУ уже много жалоб было. В ЖЭУ, сколько ЖЭУ, молчат, просто слова не говорят. Причем люди не требуют подвесных мостов, шикарного бульвара или выложенных декоративной плиткой дорожек. Если бы ответственная за эту территорию организация соорудила самые обычные деревянные мосточки, людям было бы куда проще преодолевать это водное препятствие. Мы не против, пускай придумают что-нибудь, но жизнь человеческая дороже. Пойдешь в центр, там и травка выкошена, и везде тротуарчики, и везде дорожки хорошие, не колдобин нету. Ну а мы что, не люди? Ксения Епшева, Григорий Куроптев. Новости нашего города. А сегодня выездная комиссия под руководством первого заместителя главы администрации Андрея Касьяненко побывала в некоторых дворах Ноябрьска. Проверены были дворы, которые в этом году попали в программу благоустройства. Насколько качественно и своевременно подрядчики сделали работу и как оценили ее проверяющие, мы расскажем завтра в программе новости нашего города. К слову, сразу после объезда Андрей Касьяненко и заместитель начальника управления ЖКХ ТЭС Ирина Никифорова отправились на улицу 60 лет СССР, где сегодня утром побывала наша съемочная группа. Первый заместитель обещал оценить масштабы работ и поручить ответственным организациям разобраться с этим вопросом и найти пути решения проблемы. Сегодня днем у моста, что ведет на промзону, столкнулись два автомобиля. Столкнулись «Лада Приора» и «Тойота РАВ-4». Выяснить наверняка, кто является виновником аварии, пока не удалось. В этом разберутся инспекторы ДПС. Люди в этом происшествии не пострадали, а вот машинам потребуется серьезный ремонт. Полицейские Ноябрьска продолжают поиски похитителей иномарки. Преступление произошло около двух часов ночи 3 сентября. Неизвестный угнал припаркованный возле дома номер 26 по проспекту Мира автомобиль Митсубиси Паджеро. Джип синего цвета, регистрационный знак К272ТМ, 72-й регион. Сотрудники госавтоинспекции Ноябрьска просят всех, кто знает, что любое местонахождение иномарки, сообщить по телефону 32-58-72 или 31-84-44. Единой школьной форме быть ЕГЭ не отменят, программу дистанционного обучения усовершенствуют. О перспективах развития системы образования, что особенно актуально в начале учебного года, на пресс-конференции с местными журналистами говорила сегодня начальник департамента Надежда Гудкова. Вопросов было задано много. Один из главных – плата за обучение. На чем придется раскошелиться родителям в материале Ирины Ливановой. О том, что уроки, впрочем, как и учебники, должны быть бесплатными, Надежда Гудкова заявляла не раз. Собственно, это она подтвердила и на первой в этом году учебной встрече с представителями СМИ. Однако, о деньгах говорить не стоит лишь в том случае, когда речь идет о предметах школьной программы. Если рассматривать внеучебную деятельность, то здесь, за кружки секции или, к примеру, дополнительные уроки английского языка придется заплатить. И от этого уже никуда не денешься. Таковы нормы нового закона об образовании, который, к слову, обязует теперь всех детей одеваться одинаково. Ученикам вернулась школьная форма. Я вам скажу, что этот учебный код еще позволительно придерживаться дресс-кода, но не позволительно ходить в том, чем я хочу. Но этот год, который еще дает возможность нашему руководителям все-таки решить оставшиеся вопросы, которые так или иначе возникают. Но этот вопрос, как и те, которые касаются, например, отмены единого госэкзамена, обсуждению не подлежат. Они утверждены законом. И тратить время на лишние разговоры нет смысла, подчеркивают педагоги. А вот о чем хотелось бы поговорить, так это о нехватке педагогических кадров. Несмотря на то, что особых оснований для беспокойства нет, в местных школах ждут преподавателей, особенно по иностранным языкам и физической культуре. А в детских садах всегда рады воспитателям. Отдельная тема – обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. В разработке сейчас находится 9 образовательных стандартов. Так, в 7, 12 и 6 школах сделаны пандусы, установлены специальные двери, и уже давно появились тьютеры, иначе наставники, которые помогут ребенку, к примеру, передвигаться по школе. Кроме того, в городе действует система дистанционного обучения. Учебный год только начался, так что внедрить и освоить придется еще немало. Те модернизационные процессы, которые происходят в системе образования, они, поверьте, бесконечны. Те задачи, которые ставит государство перед системой образования, они сложны, они требуют кардинальных изменений, не только в практической деятельности, но и в сознании. Ирина Ливанова, Анатолий Присич, новости нашего города. Хотя далеко не все ноябрьские ученики к 1 сентября получили школьную форму, а заказ на пошив почти 800 комплектов одежды, руководство 13-й школы подготовило и направило на пошивочную фабрику еще в октябре 2012 года. Однако, когда долгожданные комплекты начали поступать в город, выяснилось, что многих детей обеспечили одеждой не в полной мере. Одним не хватило брюк, другим – жилеток. Оказалось, что фабрика просто не смогла справиться с большим объемом работы. Заказ на пошив был большим. Одежда необходима ученикам с 1 по 11 класс. Руководство школы пообещало, что к концу сентября все учащиеся получат недостающие элементы гардероба. Те, кто занимался поставкой формы, они расфасовали полностью все, что пришло. Доставили нам в школу пакеты индивидуально для каждого ребенка сформированные. Но, естественно, что были и недопоставки. То есть в некоторых пакетах не оказалось заказанных брюк, жилеты или чего-то еще. Но это связано с тем, что фабрика просто не успела справиться с нашим индивидуальным заказом, поскольку вся Россия стала отшиваться и всем понадобилась срочно школьная форма. Поэтому в ближайшее время, уже в сентябре месяце, все недопоставки будут получены. Я думаю, что все будут удовлетворены. Многие из полутора миллионов первоклашек 1 сентября отправились в школу с портфелями, где вместо учебников лежали планшетные компьютеры и читалки. Начальная школа уже третий год подряд внедряет новый образовательный стандарт. Российская газета вместе со специалистами составила рейтинг гаджетов, которые облегчают жизнь маленьким ученикам. В него вошли основные пять устройств, которые покупают родители, чтобы сделать процесс образования более увлекательным и простым. Это планшетник, цифровой диктофон, ноутбук, смартфон и интеллектуальный глобус. Итак, планшетник, кроме образовательных сайтов, открывает доступ к тысячам бесплатных образовательных приложений, помогает запомнить алфавит, познакомиться с животными и растениями, научиться читать, писать, считать и рисовать. Цифровой диктофон поможет намного быстрее запомнить детям правила и научиться их применять. Ноутбук неожиданно, но факт. Раннее приобщение к этому гаджету обеспечивает хорошее развитие речи. Смартфон помогает всегда оставаться на связи, может пригодиться и в образовательном процессе. И, наконец, виртуальный глобус – это настоящая энциклопедия. Если нажать на любой географический объект на нем, то макет земного шара тут же расскажет о нем все. При этом эксперты признают, что как бы родители не снабдили своего ученика, в первом классе без прописей старого доброго букваря все равно не обойтись. Причем надо учитывать, что с экранными гаджетами первоклассникам можно работать не более 30 минут подряд. Глава администрации Жанна Белоцкая прочитала старшеклассникам традиционную лекцию. В этом году она была посвящена теме «Твой след на земле Ямала». Глава администрации перечислила профессии, которые востребованы в нашем регионе. Среди них строители, инженеры, энергетики, газовики и нефтяники. Большая часть лекции была посвящена объявленному на Ямале году народосбережения. Жанна Александровна отметила четыре составляющие этой инициативы. Сохранение мер социальной поддержки населения, здравоохранения, физическая активность и экологическая безопасность. А также перечислила те меры, которые осуществляются в каждом из этих направлений. Предоставляются субсидии, строится жилье и социальная инфраструктура, проводятся экологические субботники. В конце лекции все старшеклассники могли задать главе города волнующие их вопросы. Школьников интересовали ответы на самые острые проблемы, начиная от образования и заканчивая реконструкцией детского парка и капитальным ремонтом дорог. Будет ли учеба в радость, если ребенка что-то беспокоит, будь то школьник или дошкольник, особенно если речь идет о здоровье зубов? Ответ однозначный – нет. И хотя сегодня во многих образовательных учреждениях открыты стоматологические кабинеты, большинство родителей предпочитают приводить своих чат в детскую поликлинику. Осенью наплыв маленьких клиентов здесь действительно большой. В этом убедилась и наша съемочная группа. Татьяна Ющенко, еще будучи школьницей, знала, что поступать будет в медицинские, на что судьба распорядиться именно так и подумать не могла. Вот уже 15 лет эта женщина с хрупкими руками, но с остальными нервами, сама лечит и шкалеров, и детсадовцев. Конечно, психологически это более тяжело с детьми работать. Нужно говорить, нужно привыкнуть к крикам, потому что действительно может быть и больно. Детям они всегда кричат. Если взрослый, может потерпеть. Ребенок не может терпеть. Лицензию детского стоматолога Татьяна Ющенко получила 7 лет назад и в одночасье стала одним из первых квалифицированных врачей этого профиля в городе. Работа, надо сказать, специфическая. Дети – это все-таки контингент особый. К каждому нужен свой подход. Сейчас пока подсохну чуть-чуть и все. И тем не менее, признается врач, она бы не поменяла своих юных пациентов на взрослых. Это что-то вроде призвания. По состоянию зубов ребенка хороший стоматолог может определить состояние здоровья всего организма. Если ребенок здоровый, у него все хорошо, он редко болеет, редко получает какие-то лекарственные препараты, значит и с зубами у него все в порядке. Обычно так. Но таких детей на Крайнем Севере практически нет. 20 маленьких пациентов за смену – еще далеко не предел. Особенно тяжело приходится весной в предотпускной период и в августе, а перед началом нового учебного года. И это несмотря на то, что сегодня во многих школах и детсадах открыты стоматологические кабинеты, которые ничем не уступают этому. Ну что, молодец, придешь еще? Хорошо. В последний раз придешь, да? Лечение зуба сродни операции. Пациент, тем более маленький, должен быть к ней готов. Пятилетний Родион, например, приболел. И значит сейчас ни бормашины, ни пломбы ему не грозят. Кашель, когда полечишь, когда у тебя пройдет все, потом придешь, мы полечим тебе зубки, ладно? Визит к стоматологу – процедура необходимая, говорит Татьяна Викторовна. Заглядывать в стомат-кабинет нужно чем чаще, тем лучше. Три-четыре раза в год – минимум. Тогда ни кариес, ни пардонтоз, ни другие заболевания полости рта детям не страшны. Если решать эти проблемы по мере поступления, и будет меньше проблем у вас, у родителей, у детей. Самое главное – это же наши дети. Мы же их должны любить. Ходить или леять. И еще один очень важный момент. Если уж зубы заболели, с походом к врачу лучше не затягивать. Исключительно лучшие препараты, современная техника и грамотные специалисты. Сегодня даже условно-бесплатная медицина, что называется, на уровне. Кирилл Мигель, Анатолий Присич, новости нашего города. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 5 сентября в Салехарде Облачное. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура плюс 11 градусов. Муравленко дождь. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура 9 градусов тепла. В нашем городе значительная облачность. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура плюс 9 градусов.